Он идеален, действительно, и по коре, но это вот и есть те самые дубы, которые Петр, вот такие раньше были, можно представить, только в два-три раза больше по охвату использовались как раз для строения вот этого русского флота и верфи и всего остального, так сказать. Ну вот, как сосна, идеально ровный. И дамбу, да, копали вручную, засыпали? Да, были споры, что нельзя плотины облесять, потому что будет фильтрация воды по корневой системе. По корневой, и все равно нормально показала практика, да? Ну вот она существует. Так что, конечно, нет, конечно. Уже 120 лет существует. Да, да, да. Это кленов строения. Как раз вот 120 лет, да, почти? Вот за это время здесь 3,5 метра чернозема нанесло, да? Да, да. То есть выращивать тут можно прекрасную пищу. Время уже упущено очень много. Очень много упущено, да. Ну, пока еще можно возродить, да? Пока еще. Пока можно, пока можно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас вам предстоит посмотреть очень интересный, сильный и тяжелый, может быть, одновременно фильм, который я снял, побывав в экспедиции в 18-м году осенью в Каменно-Степно-Воронежском заповеднике, который был основан еще Докучаевым. Очень важная информация, но тяжелая, потому что то, как сейчас государство относится к многим вопросам, но в частности к лесу, к заповеднику, к проблеме воспроизводства леса, это главного богатства России, это горько. Наверное, вы смотрели мое видео, а если нет, то обязательно посмотрите «Лес и почва». Там я касаюсь этого заповедника, исторического аспекта, что сотворил наш народ, великие и удающиеся ученые, правительство наше, прошлого, для того, чтобы никогда больше не было засух, суховеев на юге России и других стран, республик бывших СССР, южных. Вот посмотрите, к чему сейчас это все привело. То есть ни денег не выделяется, практически погибают лесополосы, не хватает финансирования катастрофически. Я призываю вас, дорогие друзья, если вас за душу возьмет этот фильм, выводы, которые вы сможете сделать, напрашиваются одни. Помочь кто-то, как волонтеры, приехать. С радостью дирекция вас примет. Финансово помогите, если будет возможность и желание. Под этим видео, которое вы сейчас будете смотреть, нажмите еще и откроются ссылочки. Там будет все, как можно помочь, перечислив какую-то сумму, какую вы можете, так как государство сейчас этим не занимается. Люди работают там, это патриоты настоящие. Я общался с личными, с лесниками, с лесничьими, и с директором, заместителем, с многими научными работниками. Ну, конечно, что говорить, нужно всем миром, как всегда было на Руси в трудные времена, помогать, потому что это наша с вами боль общая, это наше с вами будущее. Понимаете, научную работу уже второго столетия, которое ведется там, нужно уберечь. Ну, и от нас с вами сейчас, к сожалению, зависит ни от правительства, ни от государства. Себе я на свой заповедник, а вы знаете, я создаю, да, никаких денег ни у кого не прошу, то, слава богу, зарабатываем сами, но государственные учреждения, которые им не финансируются в полной, должной мере, ну, не может само зарабатывать. И поэтому наш с вами, возможно, гражданский долг, патриотический, помочь в сложной ситуации, очень важному, очень сильному направлению деятельности научной, хозяйственной, человеческой, которая, так сказать, всем нам с вами важна. Если мы понимаем, что наша Земля – это один единый дом, и что нужно уберечь, уникальный проект, на который жизнь положили многие ученые, многие простые люди, поколения целые, нужно обязательно уберечь. Ну что ж, дорогие друзья, приятного вам просмотра. Будет две части, сейчас первая, после будет вторая. Пишите отзывы под видео, задавайте вопросы, ну и не забывайте подписывайтесь на канал, чтобы вы могли смотреть те видео, которые будут выходить, не пропуская ничего. Для этого надо нажать еще на колокольчик. Тогда вы будете уведомляться, то есть на вашу электронную почту будут переходить сообщения о выходе моих новых видео, если они вам важны. И подписывайтесь на второй канал «Жизнь на земле». Именно посвященные вот данной тематике, впоследствии видео такого плана будут выходить только на том втором моем канале. Всего хорошего, приятного просмотра. Владимир Сергеевич, ну расскажите тогда о том, как все начиналось, с чего, какие были замыслы, планы, почему решили сделать этот здесь проект еще так давно. Экспедиция Докучаева была учреждена в 1892 году, после ряда жестоких засух, которые проходили или происходили у нас на территории России. Это была серия засушливых годов, после которых вымирал народ по Волжье, средней полосы Российской Федерации, Украины. Поэтому было принято решение царским правительством еще тогда об учреждении экспедиции по борьбе с водной и ветровой эрозией и по борьбе с засухами в Российской Федерации. Один из участков, это был, назывался он, Хреновской участок, это вот он расположен в каменной степи. Вот вам представлена здесь схема насаждений, которые сейчас есть у нас в каменной степи. Южная часть этого насаждения, это насаждения, которым сейчас более 100 лет, экспедиционного периода, они были заложены и экспедиции Докучаева, потом, впоследствии, на территории экспедиции Докучаева работало каменно-степное опытное лесничество. На протяжении 15-20 лет было заложено вот этот вот участок, южный участок нынешней теперь каменной степи. Здесь представлены лесные полосы и широкие, в основном широкие лесные полосы. Ширина лесных полос, самая большая, у нас где-то сороковых лесных полос, ширина составляет 110 метров. Есть и узкие лесные полосы, заложены позже, уже немножко потом, каменно-степным лесничеством. Ширина их составляла 21-25 метров, это такие, как 45-46 лесные полосы. А северная часть, это вот между Институтом Докучаева и Таловой, до 50-х годов это была голая степь, где испытывались и сравнивались урожаи в открытой степи и в облесенной части с лесными насаждениями. После более 40 лет исследований в каменной степи пришли к выводу, что насаждения положительно влияют на рост сельскохозяйственных культур, что идет постоянная прибавка в пределах 20% от среднего урожая, и было потом принято решение после войны в 50-е годы облесить и северную часть каменной степи, с учетом наработанных исследований, опытов. Тут уже более большие клетки в межполосных пространствах, начиная от до 100 гектаров, начиная от 60-70, и есть 100-гектарные клетки. Проблема лесного хозяйства сейчас в России, я бы ее поставил на первое место. Безусловно. Потому что, ну, смотрите, лесная страна, нету министерства лесного хозяйства. Это преступление, это целенаправленное вредительство. Это значит, что только берется из лесов, все выжимается, последние соки, да. А создавать новые, создавать культуры, те же, скажем, там, где была сосна, чтобы была элитная сосна, где был дуб, чтобы со временем опять был дуб. Что же мы будем ожидать там 300-400 лет, чтобы, естественно, смена пород была? Ну, это ужас просто. Это ужас. В последнее время на лесные полосы никто не обращает внимания. То, что было создано, оно растет, как на дикой природе, вот как дитё без присмотра. И с него получаются потом или разбойники, или наркоманы. И так же и насаждение, за ним надо ухаживать. Раз искусственно создали, ухаживать обязательно надо. Ну да. И масштабировать, чтобы потом получать, вот как сейчас, идеальные плоды. Чтобы получать хорошую продукцию, да. Надо ухаживать. Да даже для народного хозяйства, что называется, прямоствольные дубы – это очень дорогой материал в плане древесины на будущее. Правильно ведь? Да. Вот почему Пётр-то рубил, не пойми, какие дубы, а именно прямоствольные нашли. Потому что они, ну, как мачтовые корабельные сосны, а он дубы. Дуб прочнее, понятно, так сказать. И тут сразу же готовое. Не надо тебе, так сказать, совмещать. Тем более, это сейчас клей есть, а тогда-то, так сказать. И он за самовольные рубки очень жестоко наказывал. Но государственная политика. Да, была политика, что сохранить такие цельные леса надо сохранить. Ну, вот это в задаче как раз вот нашей, ну, по крайней мере, не без различных людей всех. Кто-то ведь в малом масштабе, ну, что-то может сделать. Оставить, вот сохранить генофонд вот этот. И делать, ну, насколько это может. А может объединяться в коллективы, ведь это тоже возможно. Но она, конечно, задача государства – это просто их долг. Вот это вот выделять средства и развивать. Причем быстро. Время уже упущено очень много. Очень много упущено, да. Ну, пока еще можно веро возродить, да? Пока еще. Пока можно. Вот и лесные насаждения сохранить можно. И вот сейчас что? Фермерам дают землю. И хотят лесные полосы им отдать, чтобы фермер на своей земле отвечал за эту лесную полосу. Но он как будет отвечать? Он может только вырубать опушку, чтобы она на поле не наступала. Ну, да, не наступала. А внутрь… Обязан сохранить. Он обязан сохранить, но они не могут этого сделать. Во-первых, по финансам. Они не хотят… Ну, время и труд, и деньги. Время и труд. Это надо создавать звено лесохозяйственное. То есть мы опять возвращаемся к все-таки к укропнению, к коллективным хозяйствам. Как ни крути, отдельный частник все-таки не может этим заниматься, да, по большому счету? Вот защитное лесоразведение хорошо развивается при крупных хозяйствах, коллективных хозяйствах. Именно так. И при государственном управлении. Естественно. Чтобы государство было заинтересовано в этом. То есть никак от этого не уйти, как бы мы ни хотели. Государство никак нельзя оторвать вот этот сектор лесного хозяйства. Потому что иначе мы получим деградированные леса, малопродуктивные. Вот будут завалы везде. Нам ни копейки не выделяет наша вышестоящая организация на уходы за лесными полосами. Да, раньше это было, сейчас это абсолютно. А это болезни, это естественно. А это вот получается валежник. Мы не в состоянии все убрать. Вредители размножаются на этих же лежащих деревьях. Усыхающие деревья своевременно надо убирать. А на это нужны деньги. Все правильно. Выпало из поля зрения государственного сектора защитное лесоразвивание полностью, к сожалению. В 1988 году совместно с Институтом генестики леса Воронежским проводился отбор плюсовых деревьев по породам. Породы такие, как лесообразующие породы, которые есть в каменной степи. Это такие, как дуб, ясень, клён астролистный, липа, ну и другие породы. Здесь были, значит, выявлены плюсовые деревья, на них составлены паспорта. На каждое плюсовое деревье было составлено паспорта. Плюсовые деревья выбираются по многим показателям. Это по высоте роста, по стройности дерева, по прямоствольности, по размерам кроны, компактности кроны, идеальной формы. И вот такие, значит, работы была проведена. Очень тяжёлая, кропотливая работа. В настоящее время, конечно, часть этих плюсовых деревьев, потому что вымерла, потому что прошло 30 лет, естественный отпад. И насаждение у нас всё же стареет. Как-никак, а это живой организм, он требует к себе внимания. Но, к сожалению, мы мало внимания уделяем сейчас насаждениям, потому что не хватает финансирования, не хватает у нас, как обычно, как везде. То есть, фактически деньги, вот в этом самая главная беда, сейчас необходимые суммы на поддержание обновления не выделяются в должном объёме? В должном объёме деньги не выделяются. То есть, буквально только на научную, как мы говорили, работу? Только на научную работу, которая у нас идёт по государственным заданиям, по госзаданию. Остальных средств у нас не выделяется. Да, и не хватает, как мы говорили, ну, миллионов 12 в год, да? Хотя бы. Хотя бы, минимум, чтобы проводить вот эти нужные работы и обновлять фонды, и высаживать новые лесополосы, так сказать. Ну, вот тут вот как раз мы подумаем, как это сделать. Я не знаю, может быть, действительно ввести такой гласный, может быть, действительно открыть, как вот собирают средства в помощь кому-то там, да? Люди этим, там, больные пострадавшим этим. Но ведь это, конечно, важно и понятно вполне. Но ведь есть ещё не менее важный масштаб их страны и народного хозяйства, и будущего, так сказать, поколения. Тем более, такой уникальный заповедник, созданный, значит, легендарным, да, можно сказать, людьми. И Догучаевым, да, и другими учёными. Догучаевым, Йорк Фёдоровичем Морозовым, Собиневским, Михайловым, которые вот сороковая полоса, где было 14 вариантов заложено, изучались, значит, выращивание дуба с разными сопутствующими породами. Это уникальный опыт. Сороковая полоса – это наша, говорится, изюминка. Мы её всем показываем. К сожалению, она тоже сейчас требует внимания, требует его оздоровления. Иначе мы потеряем и этот уникальный опыт, который есть в каменной степени. Да, тут ведь он работал за эти долгие, там, сто, больше ста лет, и выдающиеся разные учёные, да, и академики. Да, да. Получено много, так сказать, научных, так сказать, сделано каких-то... Ну, мы, если утрирую говорить, то мы говорим, что сороковая полоса на каждом дубу была в диссертации. Вот так вот даже? Да, даже так вот. Кучай именно хотел оптимизировать природу степей, возвратить лес на свои места, поэтому они начали облесение с балок. Ну, тут даже не балки, тут были овраги. Вот мы поедем дальше. Вот на базе оврагов сейчас это балка с тремя прудами для регулирования местного стока, где одновременно с работой экспедиции создавали пруды. Вот именно вот этими два главных влияния на природу, на климат, плюс грамотное ведение сельского хозяйства, правильное. Поэтому здесь участвовали и агрономы, и ботаники, и лесоводы. Хотя еще о разведении леса в степи мало было данных, но уже был Великанодольский участок до этого, где сплошное облесение они сделали. А лесные полосы именно впервые начали создаваться во время экспедиции Докучаева. У нас Клиновской участок, Скородельский и Великанодольский на Украине. Трудно представить, да, что здесь, как говорится, вот видя все это вокруг, что здесь была просто степь еще там 130 лет назад. Да. Ничего не росло. И как могла бы быть природа юга России изменена, и какие могли бы быть и сейчас урожаи, причем обеспеченные на долгие десятилетия, столетия вперед, да, если бы этот план, вот преобразование юга России, все-таки сталинский хрущев не зарубил бы, и он был бы завершен. Ведь создавались как раз планы, я смотрел эти, и пруды как раз, балки, овраги, которые должны быть стать озерами, прудами естественными, леса, лесополосы. Было бы совершенно, конечно, другая уже обновляемая вот эта вот, с высокой минерализацией почвы, ну, за счет листового опада, за счет того вот, что слой почвы нарастает, да, где широколистные леса гораздо больше. И, естественно, плодородие увеличивалось бы, ну, плюс влага, плюс то, что не было бы суховеев. Да, но вот, к сожалению, не да. Ну, и то, что сделано уже, большое дело потом дало, да, для нашей страны. Конечно, конечно. Все-таки полизащитных лесных полос более 2 миллионов гектаров. Успели посадить. А так всего вот с прибалочными, около 6 миллионов гектар было создано лесных насаждений на период где-то до 70-х годов. И у нас вот здесь мы продолжали посадки до 82-го года примерно. А потом, понятно, потом уже 90-е годы пошла перестройка. И уже не до этого стало, понятно. Нет, фермеры не хотят создавать лесные полосы. Вот в том-то и дело, это понятно. Потому что это нам важно. Тем более не хотят ухаживать за существующими местами. Нет глубины и меры понимания, зачем это надо. Нет, социализация, это нужна техника лесохозяйственная. Конечно, это государству делать проще, если оно понимает, что делает, для чего оно это делает. Если на пользу блага народу и будущего России государство служит, имеет свою власть, то тогда она прекрасно понимает, зачем это надо. Это одна из первостепенных задач, тем более на юге страны. Самая большая проблема, я так понимаю, сейчас это валежник. Это вот то, что... Убрать зараженные деревья, которые распространяют инфекцию и распространяют не только грибковые заболевания, а распространяют вредители первичные и вторичные насекомые, которые потом съедят наши насаждения. А какие это тогда временные промежутки, когда можно действительно волонтерам приезжать, помогать, вот это все массово... Это зимний период. Зимний период. И вот, начиная где-то с середины октября месяца, я думаю, снимут чрезвычайную ситуацию с Воронежской области. Ну, там уже по погоде, что называется. По погоде, да. То дожди зарядут, так они особо... И весной до конца апреля. Обычно будет чрезвычайная ситуация, это конец апреля. То есть уже даже начало мая все уже. Уже май месяц, июнь, июль, август мы сжигать, убирать не можем. Ну, то есть, грубо говоря, по погоде, я думаю, апрель уже в начале, у вас уже снега нет, да? Да. Апрель можно сюда приезжать. Знаете, как сделаем? Мы попросим наших зрителей, кто действительно хочет посодействовать, помочь этому большому делу, приезжать. Вот единственное, тут надо подумать, конечно, с вашей стороны, как можно разместить, где хотя бы. То есть, или это какой-то лагерь палаточный, или какой-то этот, может быть, где-то там, ну вот, как разместить. Ну, если будут спонсорские деньги, и мы их найдем для возрождения нашей, или для спасения нашей каменной степи, у нас есть здесь хорошее здание, школа повышения квалификации сельскохозяйственных кадров. Там три этажа, очень дешевые номера, они стоят в порядке 200-300 рублей в сутки. Вот так. Это небольшие деньги, и если будут спонсорские деньги, мы им оплатим и разместим там волонтеров с большим удовольствием. И они дадут нам, конечно, если их будет там не два-три человека, а человек хотя бы 15-20, мы двинем вперед оздоровление наших насаждений. То есть, если человек 20, то уже дело пойдет? Да, конечно. То есть, с ними будут, ну, сотрудники, которые уже знают все, они будут показывать, и уже, как говорится, там, в 10-20 раз быстрее будет делать. Конечно, конечно. Ну, тогда попросим в заповеднике, ну, скажем, осталось, вы говорите, около 40, и то, может быть, меньше плюсовых дубов, потому что, ну, не проводилось. Да, потому что много уже погибло вот в последние годы, да, особенно после 10-го засушливого там и прочее. То здесь, вот в этом участке, это как номер называется, вот эта полоса? 42-я. Вот мы уже брали желудью с 33-го, с 34-го дуба, а вот еще, вернее, 32-й, 33-й, а вот 34-й тоже, кстати, какой идеальный мачтовый дуб. Да, да, да. Шикарно. О, кстати, крону здесь очень хорошо. О, в просвете-то, вот она, как, как прямо, ну, как сказать, как ромашка круглая, грубо говоря. Да, да, да. Вот она, вот это будет, ага. Сейчас я ее увеличу. Посмотрите, какая ровная. Шикарная крона. Вот тут это видно хорошо. Так, и сейчас по стволу если спуститься. Здесь уже сформировалась лесная среда, поляны. Даже был ландыш, полянах, лесная растительность. Подрост, подлесок, подрост из ясеня вон. Растет. А, кстати, неужто? Ага. Да, то есть, если вот этот самостоятельно может выжить лес и... Да, этот будет самостоятельно возобновляться. Перспективы здесь будут участвовать с проблоданием ясеня. Скажите, а вот тут дуб, неужто его не пометили как плюсовые? Что-то отбраковали его, да? Ну, отбраковали, видимо, из-за того, что или им кора не подходила, они и по кореющим искали. Посмотрите. А, ну и ветви, да, сильно выступают с одной, а с другой пусто. Вот, да, с одной стороны, видите, очень большая. Ага, ага. Немножко так, крона неравномерная. Хотя он самый крупный, потому что вокруг, видите, ничего нету практически, да, так сказать? И он огромный какой вырос. Да, да, да. Сейчас я вот сниму вот это еще с другой стороны, покажу крону, попробую вот здесь вот. Вот у этого, 34 номера. Ну, какой красавец. Идеально ровный. Вверх. И действительно, крона, я смотрю и в эту сторону, вот наверху, это видно, она... Да, равномерно со всех сторон. Поэтому он идеален, действительно, и по коре. Но это вот и есть те самые дубы, которые Петр, вот такие раньше были, можно представить, только в два-три раза больше по охвату использовались как раз для строения вот этого русского флота и верфи, и всего остального, так сказать. Ну, вот, как сосна, действительно, сверху, буквально на высоте, начиная метров от, ну, 15-20, начинается вот эта крона. Идеально ровный. Красавец. Не все это знают, что в этом вообще году, в 18-м, как раз в 70 лет, как вот этот был подписан Сталином план по преобразованию юга России, чтобы не было больше засух, как в 47-м голодный год, почему из-за засуха 46-го урожая, а не потому что специально пытались людей убить там или уничтожить. А потому что это объективно, как это было в 20-х годах, как это было в царской России еще в середине 19-го века, почему, собственно, Докучаев, да, в конце 19-го века решили. Так вот, а этот план сталинский по преобразованию юга России, как раз начинался здесь у вас, да, обкатывался, что ли? Саменная степь послужила именно базой и именно отправной точкой по сталинскому плану преобразования природы. То есть, это еще уникальный исторический, да. План был принят в 1948 году. В этом году исполняет 70 лет плана преобразования природы. Он, конечно, не был весь выполнен. Из-за Хрущева, опять-таки же, из-за того, что потом... Да, конечно, он просто прикрыл это все. Хотя, кстати, благодаря именно этому плану, да, ведь огромное количество, за вот где-то 6 лет его работы, этого плана, было в других, в южных частях России высажено лесополос, да, которые до сих пор, ну и, собственно, не дали потом уже суховеям и голодным годам последствий, да? Конечно. Лесные полосы, даже наше лесничество сажало до 93-го года. Ну да, то есть, уже в каком-то объеме они еще сажались. Мы еще сажались, пусть не в полном объеме, который предусмотрен склону, но сажал посадка. Даже вот в Таловском районе мы, именно мы, камнистепное лесничество сажало лесные полосы до 93-го года. То есть, если на будущее вдруг что-то у нас в стране изменится, и мы надеемся на это, и будет уже на самом верху, что называется, заинтересованность в том, чтобы действительно юг России был цветущим прекрасным краем с высокой плодородью, с отсутствием, вот так сказать, проблем засухи и каких-то суховеев и так далее, то можно, применив на базе вашего вот этого хозяйства, восстановив его, ну, сейчас это надо делать, не теряя время, потом, как отправной точкой, то есть, увеличить площади вот этих закладка питомников и везти, и высаживать, да, в миллионными количествами, так сказать, вот по всему югу и... Конечно, 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 и это было бы, конечно, правильно, потому что меняется климат сейчас, но ушло то время, когда, когда выдувались посевы. Сейчас, даже сейчас, при таком состоянии лесных полос, неполной их посадки, даже неполной их посадки, все равно лесные полосы действуют очень эффективно, постоянно и, главное, дешево. Главное, дешево. Допустим, лесную полосу посадил, ухаживал, она выросла, она работает сто лет. Уже без человека, не надо. Без человека, работает сто лет. Да, внимание нужно к ним обращать, проводить рубки уходов, прочистки, какие-то, но не кардинальные туда. И потом она защищает посевы от выдувания, сохраняет влагу. Снег, потому что сохраняет. Равномерно распределяет снег, не выдувается он, и его, вот у нас в каменной степи, везде снег в любой год лежит ровным слоем, как будто это в лесу. Как будто это в лесу. И, конечно, влага, которая впитывается в почву, она еще сохраняется этими лесными насаждениями, и она эффективно используется сельскохозяйственными культурами, и всегда урожай в каменной степи на 20% выше, чем в округе. Это однозначно. А здесь у нас был опыт по оптимизации ширины лесной полосы и создания узкой опушки. Вот видите, тут вдоль дороги не нависает ничего над дорогой. А у нас там полтора ряда опушечных кленов, если не лесные, полтора ряда всего нас, полтора метра вины занимают. Мы ухаживали за этим опытом, своевременно вырубали нависающие деревья, но оставляли все время защиту, узкую защиту, буквально не более полтора метра, уже из прямоствольных стволов. Но они все равно нагибаются, все равно фототропизм. К свету идут, тянутся? Да, тянутся сюда, наклоняются в сторону пушки. Ну вот, все-таки возможен такой вариант. Удержать разрастание опушки и сохранить защиту материнского древостоя от наступления сорняков. Перед нами уже само насаждение выросло. Здесь никто не сажал ничего, по лощинке. Налево был наблюдательный хвост по регулированию стока. Изучали весенний сток, самописцы стояли. И эта балочка начинается, Харольская балка. Вот здесь, слева. И даже не начинается, а заканчивается Харольская балка в этом месте. Раньше здесь косили траву. А сейчас видите... Самосев. Заросли, да, ивы, ясеня, что там еще, яс. Ну и кто-то посадил, никто не знает, кто посадил инкогнито, липы на той стороне. Вы видите, ряд лип. Растут, растут, да, да. Да, это вот были высажены липы в какой-то из субботника. Понятно. Чье-то баловство, скажем так, да? Ну, может, даже и хорошее, полезное баловство, да. Ему не утверждали, а он сам взял и посадил. Поле семеноводов. Очень интересно и тем, что там периодически появляются камни. Мелкие камни такие, выдавливаются из зимы. После зимы, да? Да. Что интересно, то нет, нет. Потом смотришь, уже на поле камни там есть. Тут же как, две версии, почему называется камни вместе. Так. Одна версия то, что здесь много было каменных бах, стоялись валуны большие. Лежали липы в степи, поэтому много камней там вместе. А другая версия то, что сама земля наша, почва, чернозем такой тяжелый. И дамбу, да, копали вручную, засыпали? Это все вот, да. Было тоже так же, вот как, если считаем, что в 1893 году питомничек заложили. Ага. И начали облесение склонов. Ага. В 1894-1995 году сажали на склонах. И вот здесь был овра. Овра с обрывистыми берегами. И вот мы можем пройтись, сейчас увидеть, какой глубины, хотя уже часть его заилилась. Можно только представить, да, чтобы... Овра с обрывистыми берегами. Да. А-а-а. По склону оврага высаживали лесные полосы. Здесь создали вот такие пруды. Насыпная плотина, земляная. Угу. Угу. Облесенная, кстати. Были споры, что нельзя плотины облесять, потому что будет фильтрация воды по корневой. По корневой. И все равно нормально, показала практика, да? Ну, вот она существует. Так что, конечно, нет. Да, уже 120 лет существует. Да, да, да. И слава богу. Ну, тут и клёны, и... А завеление пруда все равно идет. Идет, да? Пруд был намного глубже. Вот, к сожалению, нет данных первоначальной глубины его. Но сейчас где-то метра два с половиной глубина его. Вот здесь был обрыв три с половиной метра. И почти выровнялась. А выровнялась как раз с полей, да, снеслось все чернозем сюда? Тысячи тонн. Он его называл водохранилищем морем. Докучаевское море. Вот здесь слет был этих, да? Это сколько лет назад было? Это даже до экспедиции Докучаева. О, уже лет 130 назад, да, где-то? Да, это так, 125-130 лет. Вот за это время здесь три с половиной метра чернозема нанесло, да? Да, да. То есть выращивать тут можно прекрасную пищу. Огороды разбить, да, если грубо говоря? А, его и называли капустником. Когда экспедиция Докучаева приехала, он на том месте, на ровном, вот там выращиваем для себя, для питания. Ну и прекрасные продукты, шикарные. Да, овощей, капуста, там огурцы. Какие самые сейчас большие проблемы в плане инфекции, эпидемии и паразитов? Что сейчас больше всего приносит урон заповеднику? В настоящее время, в настоящее время нас окружили большие скопления или, в общем-то, очаги, очаги болезни. Это ясеневая, узкотелая златка. Этот вредитель повреждает деревья до прекращения роста, причем в момент. Не просто там дерево болеет год, два, три. А оно, когда заселяется, перекрываются ходы или поступления, в общем-то, по лугу, луг перекрывается, и дерево практически засыхает. Поэтому вот этот вредитель, он является карантинным вредителем. Привезенным, да? Привезенным. Естественный ареал этого вредителя, это Южная Корея, Китай. И, видимо, с Китая, с какими-то ящиками, с какими-то, значит, древесными, может, растительностью сюда поставили. И сейчас он очень сильно распространен. Причем меры борьбы с ним очень и очень ограниченные. Это или же, значит, вырубать, вывозить, изжигать, убирать досконально все больные зараженные деревья, иначе поразится вся каменная степь, и она превратится, в общем-то, в мертвый лес. Или, как мы с вами до записи говорили, очень дорогие препараты, и то они, так сказать, точечно на одно дерево, надо там сотни долларов потратить. Но это не серьезно, это буквально там спасти, ну, два-три дерева, и не сотни же. А ведь ясени, вот это тоже, надо сказать, есть, как мы с вами говорили, во-первых, дубы вот эти уникальные, которые эти строевые, как корабельные сосны, да? Ну, мы фото покажем нашим зрителям. И ясени, и липы. Ну, липы уже вот, кстати, исчезли, то есть их нет уже тех самых. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Спасибо.